доброе утро друзья начинаем с вами новый влог новый день у нас самое утро только что еще степашку достала из кроватки соня мультики свои любимая смотрит три кота это просто наша любовь я не знаю она уже вот это самый первый мультик который она начала смотреть и до сих пор она смотрит только его ну практически только его вот у кого маленькие малыши наверное будет полезно я для себя это открытие сделала только к третьему ребенку самое классное средство для вместо крема под отопрелости каких-то цинковая паста либо цинковая мазь просто потрясающее средство когда сеня и соня были маленькие я пользовалась бипонтенами думала что ничего лучшего даже просто быть не может потом сони мы пользовались еще суммамедами я поняла что суммамед еще круче бипонтена ну а уже со стёпой я познакомилась вот с этим средством каким образом стёпа лежал в реанимации лежал отдельно от меня у меня к нему доступ был только два раза в день прийти попроведать и соответственно никто особо не заморачивался там знаете с регулярной сменой подгузника поэтому когда мне его вернули через сколько-то дней естественно что у него были ужасные просто опрелости это было это было страшно то что творилось у него в подгузнике мне сразу же выдали вот точно точно такую же вот фунфыри как мне сказала медсестра никакие ваши обычные аптечные кремики и мазики это все совершенно ну не тот уровень вот это действительно действенное средство мы говорит вот деткам от опрелости именно наносим его всегда и рекомендуем тоже но и с тех пор мы стали брать только его есть вот в виде такой пасты стеклянной бутылочки а есть еще цинковая мазь она идет обычно в железном тюбике стоит на самом деле максимально дешево а эффект просто потрясающий действительно достаточно нанести буквально один раз на сильные опрелости и они за одно за два нанесения полностью проходят так ну что детишки степашку покормила молоком позавтракать он значит чуть попозже у меня кашкой сейчас быстренько покормлю соню и будем заниматься делами ничего себе ты кружку для себя выбрала пол-литровую так приготовлю соне яичницу она жареные яйца любит но я готов где где-то раз в неделю не чаще чередуем обычно крупы да какие-то каши и яичница творога твой завтрак готовится твой на кухне надо сделать уборку вчера в 11 вечера представляете уже в пол двенадцатого даже вспомнила что у меня не приготовлен обед для и души на сегодня но и для всех остальных и мне пришлось а мясо уже размороженное мне пришлось пол двенадцатого начать готовить плов дальше все помоем плита грязнущая ты чё там собираешь у стёпки сама прикорм он прикармливается всем что находит на полу нужно верно столько всего пробовал полный рацион до даже вилку приготовил молодец огурчик свежий я еще добавлю ты зачем сенин пенал дела мой ксения тебе тата будет делать так у меня есть банан тут соня оставила свою пол-литровую кружку прямо на краю стёпкая схватил ладно слушайте не разбилась у нас сейчас техника просто он просто тянет обычно за салфетку и все что на салфетке лежит падает вниз и разбивается ну я что сомневаюсь зря наверное я их постелила мы на самом деле долгое время жили без них сколько соня маленькая была но этот подумала что блин хочется уже какого-то уюта на стол добавить и даже заказала новая place мат и свеженькие но наверное все таки придется убрать раз типажка стал за них стаскивать все что на столе иначе мы потеряем всю посуду вот таким образом короче какая-то зараза у нас не пробиваемая неубиваемая мы болеем уже снова мне кажется я не знаю по какому кругу только вроде бы кому-то станет легче проходит несколько дней все по новой вот мне только пару дней было хорошо я думала все пошла на поправку под меня снова накрыла сони вообще никаких сдвигов может что только не принимали нам уже чего-то коврач не прописывал тепка вроде снова начал кашлять теня продолжает кашлять и все знаете у всех примерно одинаково началось у всех с красного горла и в дальнейшем у всех отходит всякая зелень через нос через кашель вот просто зелень густющая идет вообще кошмар конечно не знаю как когда мы эту заразу победим но пока мне кажется мы ее просто передаем по кругу до работа сегодня дома будет непочатый край основной у массы времени займет сбор игрушек потому что я раз последние два дня себя опять плохо чувствовала короче тут забила на детскую комнату но я сегодня сначала у нас в спальне сделаю уборку у меня кое-какие дела там есть потом уже только сюда к ним наверное соберусь силами когда соня стала постоянно доставать всю одежду из шкафчиков прямо из ящиков все вытаскивать не знаю что за нового увлечения мы поставили сюда вот такой вот замочек но она его умудряется отрывать вроде бы скотч такой на него крепкий был но так как она открывает шкаф вот так вот снизу соответственно не хватает крепости вот этого скотча для того чтобы удержать дверцы поэтому все отпало не знаю как его закрыть так чтобы она не могла шкаф открыть не так давно мне в тик токе попалось видео где девушка делала обзор на подгузники каспер я так поняла что это подгузники которые продаются только в магните раньше на них внимание не обращала это такая прям эконом эконом линейка и каково было удивление девушки видео когда они впитали жидкость лучше чем обычная памперс которыми мы пользуемся мне стало очень интересно и я нашла достаточно много видеороликов прям заморочилась специально поискала и действительно все девочки кто обозревали вот эти подгузники остались ими очень даже довольны есть в виде подгузников а есть в виде вот таких вот трусиков поэтому когда у sony закончились трусики памперс которыми мы обычно пользуемся я вчера попросила илюшу купить на пробу вот этот каспер упаковка 44 штуки стоила по моему 950 рублей по нынешним ценам это прям мега недорого но именно памперс и у них так которые на липучках стоят вообще критически мало поэтому очень такие достаточно доступные по качеству тех ничего сказать не могу но вот в этих мы сегодня спали и я действительно просто ну ну я серьезно удивлена потому что за достаточно невысокую цену подгузники приличного качества они мягкие они нисколько не жестче не толще чем к примеру памперс который мы используем у них хорошая эластичная резинка и учитывая что соня девочка уже большая и а ночью написать достаточно много то есть там уже объем жидкости как бы никак у двух трехмесячного ребенка у нее утром была сухая попка при всем при том что подгузник был полностью мокрый ну то есть полный она была сухая кровать сухая ничего нигде не подтекло вообще супер я реально удивлена и я даже в какой-то момент пожалела что я не узнала об этих подгузниках раньше сколько можно было сэкономить денег на этих памперсах если бы я знала что есть вот такая вот достаточно недорогая альтернатива абсолютно не хуже по качеству степашки я конечно такие пока покупать не стал думаю мы решила проверить именно на sony потому что у нее уже все равно не такая нежная кожа степашка степашка пока у меня там еще запас подгузников памперс есть когда те закончится посмотрим может быть ему такие возьму потому что они реально классные я так понимаю это и в магните помимо касперы еще говорят есть классная линейка солнце и луна тоже абсолютно не хуже по качеству я насколько понимаю это либо наше отечественное производство либо может быть белорусская давайте найдем чешская республика а это чехия да я думала это наш но это чехия отличные подгузники да сон отлично ну-ка ну-ка ну вы вообще соня надо было степу до заругать бедный мой цветочек нет его надо сегодня срочно убирать пока он еще жив кошмар стёпа ай-яй-яй стёп ай-яй-яй скажи ему ай-яй-яй кошмар вы гляньте на этих хозяев усадьбы завтракают замечательно с самого утра прям тепло садись сон кушай вкусненько тебе сам себе сделал яишенку с макарошками что птички поют стёпа тоже хочет давайте я пошла к стёпе завтракать то я пойду к стёпе он там сидит посмотрите не понимают что такое что такое почему его оставили так ну что пора бы мне позавтракать я завтракал в десять а а и а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все Завтрак мой готов Пойдем трапезничать Тебе? Ты тоже хочешь помогать? Что с постелью сделали? А? Вредители? Подоконники нужно привести в порядок Здесь стояла рассада, все насыпалось Здесь я хотела еще зеленушку посадить Окна быстренько протру Второй подоконник тоже такой грязненький И тоже нужно протереть окно Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все Окна в порядок привела Чистенькие, свеженькие Надо бы еще так-то решеточки снять, помыть Но я сама их не сниму Надо Илюшу просить Так, ну и цветок убрала Раз его дети дощипали Вообще Надо мне Не знаю, наверное, пока здесь на подоконник поставлю Вообще Илюша предложил поставить его на веранду На террасу Но что-то я боюсь Я даже не знаю, не в курсе вообще Можно ли комнатные цветы на улицу ставить Не будет ли ему там жарко То есть сейчас начнется жара И не поломает ли его ветром Ну не знаю Вообще бы, в принципе, меня устроил он на улице То есть, к примеру, на лето его туда поставить На ночь, к примеру, заносить домой Но он бы там был в тему маленько Украсил бы террасу И здесь бы дети ему не навредили Но я что-то как-то сомневаюсь Можно ли так вообще сделать Пока, в общем, поставлю здесь в уголок Ну а дальше будет видно Играем, да? У меня, конечно, планы по уборке Сегодня были здесь в детской комнате Собрать игрушки Но они, в общем, резко изменились Это то, про что я говорила Да Причем, это дети Это пока я мыла окна Дети поиграли Причем все трое Старшенький тоже был здесь, наблюдал Ну, в общем, я так думаю В ближайший час я буду заниматься этим Больше сегодня я, скорее всего, ничего и не успею уже Ну все, я справилась Ну, как раз, наверное, час у меня на это и ушел Все сложила, разложила Не знаю Сейчас посмотрю, какую-нибудь Может быть, есть у меня какая-нибудь веревка Вот так вот ее здесь намотаю Другой вопрос Как будет Соня за чистым нижним бельем тогда залазить? Надо тогда ей трусики все достать Где-то в свободный доступ положить Потому что она сама переодевается после своих аварий Ну да, наверное, придется вот так это все перемотать здесь Хорошо, на улице тепло Ты поехала кататься? Вот, что-то заскрепил самокат Степаш Медвежонок Что-то я не знаю, жарко нет ему в этом костюме Что там? Где? Чего-чего? Затопило зимой его То ли в наводнении, то ли под дождем В общем, видимо, аккумулятор затопило Перестал работать Смешно, надо посмотреть Спускать тебе самокат Помидорки Красавцы Так, у меня эти штуки постирались От коляски Надо ее уже собрать Так она смешная Без этих, без чехлов Такие новиночки тут у нас Что новенького? Начал Илюша вот эти грядки разбирать Уже тихонько Ну, он походу сразу же Чтобы этот бардак не устраивать Сразу же разбирает Сразу же землю перетаскивает Сразу же там на новом месте строит новое Вот уже половину разобрал Вот он выходные в Пасху делал Тут, кстати, все эти завалы разобрал Распилил, сжег Сделал там дровинничок Ну, такую под поленницу Поленницу такую небольшую Из степиной кроватки Сониной Здесь у нас, кстати, два новых саженца Это у нас груша Тут поселилась Вот А это у нас поселился здесь Персик Дуванчики вон растут Ну, в общем, здесь маленько Уже порядочек навели Соня цветочки собирает Ой, какая красота Вообще жара жена улица Сливка вон Новых много листочков В общем, вот Делаем здесь вот такие И вот решили сделать Вот оттуда до сюда Одну большую Длинную Сплошную Ну, мы подумали Что такая будет Правильно Более правильная форма Больше войдет В такую грядку И при этом Она не будет мешаться Здесь Потому что здесь Потом будет плитка Где-то вот Примерно Ну, может быть Сантиметров 50 Вот так вот Уже от грядок И будет плитка Поэтому будет хорошо Мешаться не будет И достаточно Вместительная получится Прям целиковой Такой полосой Там за деревьями Пустим Черешня нет У нас все равно Не проснулась Прям что-то я переживаю Даже Малина тоже Мы так понимаем Что малина Тоже загнулась Тоже голая стоит Привет, Максюш Привет О, вся прелесть Лето Попросились Кушать на улице Да Попросился Попросился На улице Обедать Молодцы Что ты смотришь? Вот Про Сибирь Про Сибирь Молодец Кушайте Соня уснула Лежала до последнего Сопротивлялась Так Как видите Илюша Мне докупил Все-таки Два Контейнера Которые мне Очень нравятся Я вам показывала Вот я один Приспособила Под хранение Мелкой канцелярии Теперь у меня есть еще два И у меня прям чешутся руки Со вчерашнего вечера Скорее их заполнить Организовать хранение Всякой мелочевки Специально дождалась Пока дети уснут Потому что знаете Они же те еще помощники Особенно с тем Что связано Со всякой мелочевкой Поэтому сейчас Я буду их С удовольствием Наполнять Первым делом В общем всякая-всякая мелочь Тут у меня швейная Игольная Наверное Тоже Так Ну все Я с одним контейнером Закончила Со всей мелочевкой Сразу же У меня здесь Мусор Столько освободилось В общем Сложила Всякие Крючочки К карнизам Пакетик Пусть тут лежат Запасные Ну вот это Не знаю Что сделать Это у меня Всякий Скотч Ну в общем Всякий скотч Для Ну в общем Всякий вот такой Вот скотч Напения Двухсторонний Это у меня Швейная коробочка Вы сразу же Сейчас поймете Насколько Честное отношение Я имею к шитью У меня всего Три матка ниток Здесь у меня Иголки хранятся Булавки Ну и в принципе Вот и вся моя Швейная коробочка Шить я не умею Поэтому у меня Нет большого Разнообразия Ни ниток Ни иголок Крючок какой-то В общем Зарядка для батареек Ну Сложила все в одно Уже все-таки Хотя бы Ну какой-то порядок Будет не в разнобой Ну и сверху Получается Вот этот вкладыш Ставим Сюда у меня значит Поместились замки Для дверей Здесь защитные Всякие штуки Детские Заглушки в розетку Надо еще кстати Из ванной принести У меня еще в ванной Их много Уголочки Наклейки в горшок Это детям Мячики надувать Ну короче Вот это вся ерундистика Ну и все остальное Место заняли батарейки Вот этот большой отсек У меня ушел Под новые батарейки А это уже Происпользованные батарейки На утилизацию Ну чтобы их Куда-то же Где-то же Их надо хранить Отдельно Раньше я их В банку складывала Но Вот тут получается Будет даже Сподручнее Удобнее Они перемешиваться Не будут Посмотрите Посмотрите Получилась Какая красота Как все компактненько Вообще супер Мне нравится Обалденный Так Ну и второй тоже Контейнер организовала Сложила здесь Всякие свои Ну в общем Вы поняли И это тоже Всякая мелочевка У меня для съемки Микрофончики Флешечки В общем Всякая такая штука Очень хорошо Компактно У меня еще Правда В этом контейнере Это я освободила Вот эту корзинку У меня правда В ней еще камера Лежала и зарядка Но Я наверное Упакую ее уже В принципе Я ей не пользуюсь Не знаю Что с ней делать Она у меня Как бы лежит Как запасной вариант Эта камера На которую я раньше снимала Но я ей уже Ну вот с момента Покупки новой камеры Я этой не пользуюсь В принципе Можно было бы Ее наверное Продать Хотя бы за сколько-то Но Я ее как бы Как запасной вариант Держу Мало ли сломается Моя Чтобы было на что снимать Не знаю В общем Найду наверное От нее коробку И Упакую ее Может под кровать Уберу Как бы в ящике Она мне в столе И не нужна Так друзья Займусь приготовлением ужина Здесь подготовила Картофель Почистила Нарезала Ставлю его отвариваться У нас на гарнир Будет Картофельное пюре Пока у меня Картошка варится Сразу же Не солю Никогда Солю уже Ну на картофельное пюре Именно солю уже Когда Картошка Ну почти до готовности Отварится Так Ну а здесь у меня Лежит такая Красоточка Горбушечка Красивая Будем ее запекать В духовке Сейчас мне ее нужно Будет разделать Посмотрю Что там у нее внутри Оставлю голову Оставлю хвост На супчик Остальное будем Запекать Итак рыбу Рыбу я разделала Отделила голову Отделила хвост Достала все Внутренности Хорошенечко Ее промыла И теперь С двух сторон На рыбке Делаю Вот такие Вот насечки Далее готовлю Такой своего рода Маринад Беру столовую ложку Готовых приправ Для рыбы Добавляю Немного соли Немного черного Молотого перца Добавляю Две столовые ложки Растительного Можете взять Оливковое масло И добавляю Столовую ложку Лимонного сока Хорошо маринад Перемешиваю Помещаю рыбу В обычный Полиэтиленовый пакет И в этом пакете Прямо равномерно Стараюсь нанести Маринад полностью На всю рыбу Так чтобы И внутрь попало И снаружи тоже Заворачиваю рыбку В этом пакете И отправляю ее В холодильник На полчаса Далее я беру форму В которой буду запекать рыбу Застилаю ее Листом фольги Беру две луковицы Нарезаю их Достаточно толстыми Кольцами Это такая классика Именно для запекания рыбы Когда рыба запекается На луковой подушке Также еще один лимон Нарезала кружочками И выложила их Сверху на лук Поверх лимона Укладываем наш уже Промаринованный кусочек рыбки Но внутрь я добавляю Пучок свежей петрушки Сверху на рыбку Я выкладываю Несколько небольших Кусочков сливочного масла Это уже один из моих любимых приемов При запекании рыбы Чтобы она была Максимально нежная И сливочная Взяла еще один лист фольги И теперь плотно запечатываю рыбу Отправляю рыбу в духовку 200 градусов 20-25 минут В зависимости от размера рыбы Пока рыба в духовке Я быстренько подготовлю овощной салат Долго на самом деле Сегодня думала Из чего его собрать Решила взять Обычную белокочанную капусту Нашинковала ее Достаточно мелко Немного ее помяла руками Для того, чтобы она Быстрее начала давать сок Также взяла Одну свежую морковь У меня прям Мега сочная Классная морковка попалась Я ее натираю На терке для корейской моркови Но можно натереть Наверное и на обычной Ну и добавляю сюда Баночку сладкой кукурузы По ингредиентам это все Больше решила Ничего не добавлять Заправка будет обычная Немножечко соли Пару столовых ложек сметаны Ну и мой самый часто Используемый ингредиент Для заправки Это чайная ложка Французской горчицы Хорошенечко все перемешиваю И вот такой салатик У нас простенький готов У меня прошло 20 минут Я открываю фольгу И отправляю рыбу Вновь в духовку Еще на 10 минут Ну и все Вот такая вот рыбка У нас аппетитная получилась Ее не нужно ни в коем случае Запекать до корочки Иначе она просто пересохнет Вот такой вариант Без зажарочек Но при этом С максимальным количеством Сока внутри Это вот как раз Золотая серединка Не стала рыбу сейчас Нарезать на камеру Чтобы не портить ее вид Хотелось подать сегодня На стол ее красивой Ну и также Мои домочадцы Просили сегодня Приготовить ну что-нибудь Просто что-нибудь Вкусненько к чаю Я опять же достала Свою палочку Выручалочку Это готовое слоеное тесто Не дожидаясь Даже полной разморозки Нарезаю пласт теста Просто на квадратики Мы сделаем простейшую выпечку Из слоеного теста Которую знают все Это ну что-то вроде Слоеных язычков Только у меня будут Такие маленькие печененки А можно просто Посыпать тесто сахаром Можно посыпать сахарами Корицей В таком виде запечь Я сегодня решила сделать Немного другого варианта Буду обмакивать Эти печененки В яйце Для того, чтобы у них Появилась более хрустящая Более плотная корочка Именно как у печенья Поэтому я каждый квадратик Обмакиваю сначала В яйцо Затем обмакиваю В смесь сахара И корицы Ну и выкладываю Все на противень Так, рыбка у меня пока Здесь стоит Отдыхает Сахарные будущие штучки Сейчас буду ставить В духовку Даю минут 5-10 Еще тут постоять Немножечко Ну пусть постоят Отдохнут тоже Ну и так как у меня Упаковка теста была большая На 4 пласта Я думаю, что этих сахарных Квадратиков и так Достаточно много Больше не нужно Я эти 2 пласта теста Сейчас пущу На быстроленивый хачапури Уже делилась этим рецептом По-моему даже не один раз Потому что действительно Получается обалденно вкусно И очень быстро просто Так, сладкие наши квадратики Убираю в духовку 180 градусов Я думаю, минут на 10 Итак, хачапури Я думаю, что На 2 пласта теста Нам хватит Половины пачки творога Да, хотя Давайте замешаем все Если не хватит Не поместится в тесто Значит, добавим рисовую муку И сделаем Такой ленивый хачапури В другом виде В другом варианте Добавляем сюда соль Можно добавить любую зелень Я зеленью Ну, не особо люблю Сочетание творога Зеленью Поэтому я не буду добавлять Яйцо Все это перемешиваем И теперь сюда натираем сыр У меня такой кусочек Я не знаю, сколько здесь в граммах Ну, в общем, на глаз Так, все хорошо Перемешиваем Начинка готова Она у меня еще Не разморозилась Так-то даже Слегка чуть-чуть Его раскатаю Прямо не сильно Ну и все И выкладываю начинку Ну и теперь Защипываем следующим образом Хорошо Нужно везде защипать Чтобы у нас потом начинка Не выпала ниоткуда Не полезла Так, теперь Я его Переворачиваю И вот так вот руками Его придавливаю Растягиваю немного Можно это сделать скалкой Можно просто руками Можно прям вот так вот скалочкой Тихонечко пройтись Так, я перестаралась Порвала в двух местах Ну ладно Так, хачапури Выложила шовчиком вниз Смазываю их Яйцом взбитым Можно просто желтком Можно яйцо Плюс молоко Чем нравится Чем привыкли И сверху я люблю Кунжутик Обалденно Все, как только у нас Печеньки сладкие Будут готовы Отправлю хачапури Также 180 градусов По-моему он 40 минут Должен стоять Ну, где-то около того Боже мой Какая прелесть Мой голодный желудок Сейчас сойдет с ума Ну, посмотрите Они сейчас немножечко осядут Начнут остывать Начнут оседать Но когда они только испекутся Вообще Такая прям Бомбическая пышечка Ну что, все Жду своих всех домой Когда уже вся семья будет в сборе Значит, что смотрите Приготовила Картофельное пюре сделала Сделала сегодня его, кстати Не миксером Сделала его просто деревянной толкушкой Потому что дети спали Чтоб миксером не шумели Они у меня, знаете, такие Прямо до того чутко спят Не дай бог Где-то там кто-то дверью брякнет Стукнет Кружкой по столу Там громко Кружку на стол поставят Все, сразу же все проснулись Поэтому ни о каком миксере Даже речь идти не может Так, значит Салат Хрустяшки Вот эти вот В яйце получаются Более хрустящие То есть можно, к примеру Сделать без яйца Либо сверху только яйцом помазать Или маслом И посыпать сахаром Но в яйце получаются Такие прям вот Именно как печенье Классное И побольше сахара На них получается Рыбка Под крышкой Чтоб тепленькая была Чтобы еще дошла Сколько-то Если там где-то Что-то может не пропеклось Ну, она готова Я внутри проверяла Все хорошо у нее Чем хороши вот эти формы Стеклянные с крышкой Я, кстати, знаю, что Некоторые уже По моей наводке Такие формы себе купили И нарадоваться не могут На самом деле Они классные Очень удобные И фольгу Можно не использовать Под ней одновременно И тушится И зажаривается И также хранить удобно То есть Я вместо каких-то Стеклянных контейнеров Для хранения готовой еды В холодильнике Использую вот эти Очень удобно Ну и также Тепло сохраняется Достаточно долго То есть Можно часа за два До ужина Приготовить что-то Оно под крышкой Будет теплое А если полотенчиком Сверху накинуть То вообще долго Ну и вот такие вот Ленивые хачапури Вот такой вот получается Рацион У меня сегодня на ужин Лично у меня Будет кусочек рыбки И салат И я думаю Что вот этот вот Хачапури Поменьше размером Который получился Я наверное себе Его на завтрак Оставлю на завтра Завтра утром С ним кофе попью Будет очень-очень вкусно Мне и сытно После такого завтрака Обедать скорее всего Не буду Я сейчас в принципе Всего два раза в день Ем Либо завтрак-обед Либо завтрак-ужин Ну вот как-то так Я стараюсь прислушиваться К своему организму Он у меня чаще Есть не хочет Поэтому я его не насилую И я не знаю Не помню Говорила ли я или нет В телеграме точно говорила Я по-моему Месяц назад Может чуть больше уже Помимо дефицита калорий Подключила себе Интервальное голодание Калории я сейчас Не особо считаю Прям вот скурпулезно Я не высчитываю Каждое блюдо Для меня было важно Изначально просто Дать организму Возможность перестроиться Ну как бы да Отказаться от старых Пищевых привычек Привить себе новое Чтобы ну просто Глядя на блюдо Понимать надо Мне это или нет Я сейчас стараюсь Как-то более интуитивно Питаться Но при этом Я подключила Интервальное голодание Я им только с 10 до 6 Ну даже чаще всего С 10 до 5 И у меня получается Сейчас два приема пищи Либо завтрак обед Либо завтрак ужин Ну и все Наверное на этом С вами мы сегодня Уже закончим Никаких занятий Сегодня с детьми Не будет Прогулки вечерние Тоже Потому что Я сейчас убегу На маникюр У меня ужасно Отросли ногти И в общем У меня сегодня запись Поэтому я с вами прощаюсь Всех люблю Всех целую Увидимся с вами Очень-очень скоро Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok